Здравствуйте, это Грэм Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о главном из сказанного в Грэме за неделю. На этой неделе Грэм цитировали многие российские СМИ, в том числе и Царьград. Причина такой чести – слова галериста Марата Гельмана. В интервью нам он передал то, что сказала ему Примадонна Алла Пугачева в личном разговоре. Она понимает вес своего голоса. Она говорит, ну, сдержанно, может быть, говорит о том, что это безумие. Но то, что я услышал, что если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. То есть она, конечно, не борец, не общественный деятель, но так себя не мыслит общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью. То есть в основном такая у нее была, ну, то, что мы говорили, позиция, ну, такая эмпатия, такая женщина, которая переживает за людей, которых она знает хорошо, которые ее хорошо знают и которые сейчас в беде. Вот так, наверное, можно сказать. Слова лидера группы ДДТ также взбудоражили общественность. После заявления о том, что Родина – это не пятая точка президента, которую нужно целовать, теперь дело музыканта передано в суд. Насколько значимы слова Юрия Шевчука и на что они могут повлиять? Об этом порассуждал Дмитрий Гудков. Юрий Шевчук – это вообще кумир моей молодости, моего детства. Я учился на гитаре, играл. Все сложности, они просто сохранили себя. Шевчук, в частности, это просто глыба. Это человек, который намного больше… Просто его политический, даже не политический, его масштаб, он впечатляет, да, несмотря на давление, несмотря на то, что когда-то нам всем казалось, что мы в меньшинстве, да, и он не боится идти против общественного мнения, он остается верен себе и своим взглядам. И я думаю, что все эти спецслужбы, все эти там следователи, прокуроры, менты, они просто испугались. Они просто испугались, что-то сделали Шевчуком, потому что это чревато серьезными последствиями внутри страны, да. То есть они его боятся, они его испугались, потому что он реально глыба. А все, кто поддерживает сегодня Путина, это какие-то просто мерзкие пешки, да, которых просто противно слушать, на которых противно смотреть. И, конечно, на их фоне есть такой замечательный Шевчук, есть Макаревич, Пугачева, да, и многие другие люди, которые оправдали наше, как бы, вот доверие, да, которое является самым настоящим примером, что нужно делать в нынешней ситуации. Поэтому мой респект Юрию Шевчуку, и я очень рад, что вот каким он был всегда, таким он и остался. На этой неделе Минобороны Украины заявило, что на Владимира Путина было совершено неудачное покушение уроженцами Кавказа. Тема надела много шума, но официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет. Проверить эти данные в ходе действующей войны невозможно. Своё мнение об этом Грэму выразил сатирик Виктор Шендерович. Разумеется, разумеется, всё это рассматривается изначально в рамках информационной войны и просто войны, которая идёт. Да, был ли там предмет или это в чистом виде дезинформации или какая-то там попытка какой-то игры информационной, я не знаю. Поэтому, по сути, ничего прокомментировать не могу, кроме того, что тяжело найти, как вы знаете, по Конфуцию чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет. И мы, обсуждая эту кошку чёрную, рискуем оказаться в положении этого мудреца, обсуждающего то, чего нет. Сам факт, что физическое существование Путина, этот факт, совершенно биологический факт, есть Путин или нет Путина, имеет такое большое значение для всего мира, судьбоносное, как раньше говорили, значение, что это действительно один из главных сюжетов, и действительно он сам себя 24-го числа, февраля, перевёл из разряда, собственно, трудных партнёров и даже противников в разряд людей, по отношению к которым абсолютно легитимно физическое уничтожение. Ну, как никто не удивлялся, покушением на Гитлера или на Сталина. Это совершенно нормально в ситуации, когда человек развязывает войну, и от его воли зависит уничтожить весь мир. Вот сама по себе такая конструкция, к которой мир пришёл к весне 22-го года, она говорит гораздо больше, чем, собственно, какой-то слив или вброд украинской разведки. Риторика о ядерном ударе, кажется, стала постепенно снижаться. Но рассматривается ли по-прежнему этот вариант в Кремле? Информация из своих источников поделился в эфире Грэма политолог Валерий Соловей. Снижение градуса, риторики или её сокращение не означает, что эта возможность перестала рассматриваться. Она по-прежнему находится на рабочем столе. Это один из вариантов, который постоянно берётся в учёт. Но никакого оперативного плана – это очень важно. Потому что, собственно, если принимается предварительное решение или оно берётся в работу, то составляется оперативный план. Сколько известно, никакого оперативного плана на сей счёт нет. Это оставляет для нас надежду, что очень хорошо. Но давайте, опять же, посмотрим на ситуацию, исходя из логики Владимира Владимировича. Вот правильно говорят, он не может проиграть. Но если он вдруг проигрывает, то что он будет делать? Два инструмента. Это массовая мобилизация. Сейчас она носит частичный и скрытый характер. Но вариант массовый проработан, и он готов. Он может о ней объявить в любую минуту. Но, скорее всего, после операции, которая ему ещё предстоит. Ему должны в мае сделать операцию. Он её откладывал, откладывает до последнего. Он боится этой операции. Она не очень тяжёлая, но и не самая лёгкая. С тех операций, которые вообще делают. Видимо, он будет принимать решение после операции. Это один инструмент мобилизации. Второй инструмент, вот тот, который мы начали обсуждать, тактическое ядерное оружие. К сожалению, он остаётся. Это ГРЭМ Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о том, что важно. Но если вы ещё не стали нашим подписчиком, обязательно это сделайте. Надеюсь, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова